Добрый субботний день, на связи Футбольный Петербург. Это Газпром Академия Футбольного Клуба Зенит, где вот буквально через несколько минут начнется матч юношеской футбольной лиги. Футболистам сегодня играть, ну, не знаю, насколько это будет влиять на ход матча. Можно играть, показывает арбитр. Ну, хорошо, можно. Быстро Зенит в атаку. Тимур Иванов на правый фланг передач. Алексей Колышев, вот, на вес пошел. Сильный навес, но в результате скидка здесь центра штрафной через себя. Какой красивый гол. Данила Козлов. Иван Горяйнов ему скинул. Там уже, казалось бы, неудачный навес-то пошел, да? А смотри-ка, мяч перелетел всю штрафную. И в результате... Ты здесь не должен выдвигаться, там должен выдвигаться центральный полузащитник. А ты должен двигаться со своим... И в результате вот счет открыт в этой встрече. Ну, что же. Здесь некое территориальное преимущество у команды из Петербурга на первых минутах этой встречи. Ух! Хороший момент. Бил. Довольно мощный у него был дальний удар. Внимание! Штанга! И со второй попытки мяч влетает в ворота, но зафиксировано положение вне игры. Как апсайд! Константин Коноплев недоумевает. Не может он разобраться в этом эпизоде. Зацепиться за этот мяч, но не получилось. Немножко локомотив сейчас подраскрылся в этой атаке. Сразу быстрая проникающая комбинация исполнения Зенита! Передача Козлова на Колышева. Браво, браво! Со скамейки тренера Зенита кричат. Это действительно было очень хорошо визуально. Быстро удалось мяч перевести в штрафную соперника. Моментально воспользовавшись этой потерей локомотива. Опасный момент. Это Савелий Никифоров был. Еще один навес. Удар! Симур Иванов. И остается только Алексею Колышеву схватиться за голову. Да, это был очень хороший эпизод. Хороший навес. Хороший удар. Кирилл Глазунов. Передача на противоположный фланг. На Матвея Бордачева. Здесь слева. Сразу два игрока Зенита. Навес в штрафную пошел. Выиграна борьба. Удар. Гол. Вот элементарная. Просто, дамы и господа. Это Данила Козлов. Он освободился от опеки. И как-то довольно пассивные игроки локомотива в борьбе с ним выглядели. Да? Конечно, игрок атакующий должен такие моменты использовать. Но мы отмечаем здесь еще и некоторую несогласованность футболистов локомотива. Все-таки в обороне довольно легкий мяч. Они сейчас пропускают. Будем честными. Ну а у Козлова получается третий мяч против локомотива в двух матчах. Вот таким образом любимая команда у него нашлась в нынешнем сезоне. Явно. Мяч и вполне комфортное преимущество по такой игре. Два мяча, на мой взгляд. Еще одна тут же быстрая атака петербуржцев. Данила Козлов на Тимура Иванова. Тимур Иванов самый из нижнего угла. Тимофей Митров тащит этот мяч в последний момент. И есть, конечно, у него определенные претензии. На линии вратарской был игрок петербургского «Зенита», как и в предыдущих эпизодах. Савелий Никифоров на правый фланг Виталий Французов. На верх штрафную. Удар! Гол! 3-0 в пользу «Зенита». Вот такая финальная точка первого тайма. И это вновь Данила Козлов. У него опять дубль, как и в первом круге в матче против «Локомотива» в Москве, так и здесь, в Санкт-Петербурге. Причем на сей раз Козлов в первом тайме дважды забил. Но мы отмечаем опять. Без сопротивления дают делать этот навес штрафную с правого фланга. И без сопротивления Данила Козлов бьет по воротам соперника. Этот брос на сей раз прерывает игроке «Локомотива» Михаил Шах-Каламов. Вот такой итог первого тайма, в котором полное преимущество было на стороне команды Санкт-Петербурга. Третий мяч очень красивым ударом головой Козлов забил после навеса с правого фланга. Вперед передача. Мяч остается у «Локомотива». Уже в штрафной локос мячом. Значит, попадает в сетку, но с внешней стороны после удара Антона Камышенко. Ну вот такое второе включение нападающего «Локомотива». Первую строчку мастер «Динамо» сохранит. ЦСКА, что также важно для турнирной таблицы. Но сейчас атака «Зенита». Внимание, удар! Еще удар! Ой-ой-ой-ой-ой! Как не попадает в ворота сейчас. Тимур Иванов уже, казалось, все. Мяч с сетки. Но на добивание Иванов сыграл. И просто каким-то чудом, каким-то чудом Тимур Иванов не попал в ворота. Егор Князев. 24-й номер. «Локомотив» пока что в атаке. Обращаем внимание на футбольное поле. Антон Камышенко бьет. Ох! От рук Максима Шичанина мяч в крестовину в ворот попал. Такой мог быть довольно курьезный гол. Очень сильный удар получил свой игрока «Локомотива». И в результате опасный момент. Оптимизму тренера «Локомотива» можно только позавидовать. С первых же минут подбадривает свою команду. Есть разбор потом. Сейчас удар в створ. В исполнении «Локомотива» 9 апреля, в самом конце месяца. Команда Константина Зырянова будет играть. Пока, может быть, не слишком удачно в нынешнем сезоне. Но вот момент. Без сопротивления. Один из редких эпизодов, когда дали пробить атак игроку «Локомотива» из пределов штрафной. Хорошо в отборе «Зенит». Аплодисменты со скамейки «Зенита» для Максима Гордеева. Там Сергей Грибов штрафной будет бить. И Тимофей Эмитров с этим ударом. 3-0. Победа «Зенита». Сегодняшняя встреча. Уверенная виктория команды из Санкт-Петербурга. «Зенит» перемещается на четвертую строчку. «Локомотив» теряет второе место.